Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии Захубилай Хана китайского Сидмерс Цивилизейшн 6 Гэзерин Сторм с новым режимом Корпорации и Монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, когда же там дружба? Ну уже 30, уже не так весело будет брать город хотя бы. Так, это 60 стоит, да? Ну апаем. Мачу-пикчу, неизвестный игрок причем. Так, в ченду. В чене на производство. Тайюани на производство. Шотландец, что ты там маешься этим поселом несчастным? Давайте я пингалу на Гранты, я хочу того ученого забрать. Потому что я смогу его купить за веру, как минимум. Думаю, рыцарей мне хватит. Бразил! Может дашь там 50 монет хотя бы? Я готов посмотреть предложение. Ну откуда-то отсюда будем нападать, я думаю. На хех сначала. Услуги полицейского, так сказать. Буду своего поселенца сопровождать и не давать в обиду. Два морских ресурса. Кстати, а кампус как тут? Мы просто включаем союз. И кто какие города успеет забрать, он убит. Вот такие забирают. Нет. Мы договоримся, кто какие города забирает. Это как бы кто какие успеет. Прикол. Зачем? Где тут мне выгода? Ну тебе выгодно, что мы не будем с тобой воевать. А заключим союз. Нет, я готов с тобой воевать, если я не буду забирать те города, которые я не смогу забрать. По-моему, тебе выгодно договориться, поделить города. Это и в плане лояльности, и в плане дальнейшего мирного существования. У меня нету золотого века, то есть ты не будешь против меня никаких бонусов иметь. Я с большим удовольствием могу с тобой повоевать. Я хочу Хех Сидиингу. И между Хехом и Сидиингой я еще поставлю там, где... Не знаю, ты видишь полностью территорию? Вот Керма, Сидиинга, Хех. Ты видишь тут территорию? Да. Видишь, там серая одна клеточка осталась. Туда я еще свой город бахну. Там как бы еще город Нури есть. Нури на востоку от Сидиинга. Я его не смогу тогда удержать. Кого не сможешь удержать? Там Кампус и Дустре в улице, но город еще один есть. Нет, а кто-то мы можем беру ничто или я его заберу, не знаю. Я просто его не вижу, поэтому я не могу по его поводу ничего сказать. Тебе больше, чем у меня городов получится. Да, но ты забираешь лучшие города. Ну я бы не сказал, что они лучшие. Тут как бы... Ты там забираешь кампус на плюс 0 и священку на плюс 1. В Керме тут вообще ничего нет. Так что я бы не сказал, что лучше. И у него что-то кампус не есть. Кстати, если что, я шестую поставил, то есть... Всем хватит. Американец, в обмен на твою щедрость скажу, что ниже двумя галерами смысла плавать нет. Там одно чудо, ГГшка, но проплывов больше нет. Спасибо. Я даже не смогу столько апнуть, на самом деле. Слушай, ну по идее должен забрать этого ученого. Я сразу как раз здесь его и бахну в Пекине. Слушай, а что отсюда, если вот отсюда будет проще на самом деле нападать? А просто... Зачем ты вообще напал? Видите, я тебе долг не отдал из-за этого 30 монет. Он заделся по-другому. Ну, еще тут ставится. Ну, я, наверное, не буду ставить. Так, ну и деньги пока берегу. Так, Гуанчжоу все построили, что я хотел. Рынок. Там коммерческий район достраивается. Прямо экономический. А может, а может, военный. Ну, хотя, да, военный. Нафига нам военный? Не, если что, я не согласен. Ну, ладно. Ладно, давай. Что? Я говорю, я не согласен с таким воздействием городов. Ты сейчас забираешь слишком много. Типа, у меня остается один город, по сути, нормальный. Ну, мне сложно вести переговоры по той простой причине, что я вижу только Хех и Сиди Ингу. Честно говоря, вот прямо тебе скажу. Я просто тогда не понимаю, зачем ты нападаешь на... Ну, просто чисто потому, что я могу напасть. Нафиг он тут еще сидит, да? В таком плане. А, то есть, если ты думаешь... Хорошо, понимаешь, если ты думаешь, что Сиди Инга и Хех какие-то хорошие города, то это грустная... Ну, они грустные. Ну, у Сиди Инга есть хотя бы кони, которые у меня пантеон, и есть кампус. Это уже неплохо. Я могу тебе Хех отдать. Ты поставишь еще город на метку, вот куда ты хотел. И на этом разведемся. Слушай, кампус, который все деньги, его можно где угодно поставить там. Не знаю, как-то странно. Он мне чисто по правительству был по драматике. Хотя бы есть, потому что он уже построен. Это сразу будет в науке. Давайте я монархию открою. Это всегда приятно. Тут, наверное, давайте навигацию без ускорения. Ну, где меня нету тут второго? А что у нас с Эквидуком, кстати? Эквидук вот тут две штуки. А промышленная зона? Ага, вот тут есть на плюс два, и тут на плюс два. А что если я вот сюда поставлю Эквидук, а сюда тогда промышленную зону? А сюда... Тем более, что я тебе даже дружбу еще с Нубей. Ну, пока, да. То есть я пока все равно не могу на него нападать. Но я думаю, что у нас закончится примерно тогда же. Где-то вот сейчас вот должна закончиться. Ты еще керму забери. Я думаю, я заберу. Забери. В чем проблема забрать керму? Не вижу. Не вижу проблем. Стены. Стены это не проблема, когда есть катапульта. Ну, господи, какие вы утомительные. Линия предложения. И вот такое предложение. Ты вообще мои города видишь как-нибудь? Что, линишься, ты что-то говоришь, я тебя не слышу. Так, на всякий. Коня отправлю, сейчас посмотрю. Не зря же построил коня. Так, довольства не хватает. Которым еще минус пять, да? Хе-хе-хе. Полезный конь. С этими библиотеки у нас нету ни одного... Так, амбар. Давайте амбар. Я понимаю, что нет удовольства, но... Но и жилья тут нету. Даже несмотря на священное место. Блин, нужны, конечно, еще рабочие. У меня стоит карточка на плюс два, да. Общенные места, кампусы. Вот это уже можно убирать, несомненно. Когда в монархию выйдем. Так, тут чисто производство. Чисто производство. Фиг знает, когда у меня дружба, правда, закончится. Вот реально не очень я заключал дружбу, конечно, с Нубией. Это не очень получилось. Если Макуча заберет вот эту всю территорию, будет очень хреново. В английской версии можно где-нибудь посмотреть, когда дружба заканчивается? В русской версии нет. Окей, я это слышал давно. А вот в английском где-нибудь это вообще есть? Конечно. Там заходишь в дипломатию, открываешь вот там, где два флажка, и там будет написано «Дружба, столько-то ходов». Нет, у меня только какие союзы возможны, и все. Что-то написано. В смысле? Падри, к кому ты заходишь? У тебя английская версия? Ну, как бы да. Ну вот, зайди, открой меня. Меня открываешь, да? Да. Вот сверху там. А, вот наши, ах, что в первой, там где обзор, там «Дружба» написано, там нету? Сколько ходов? Нет. Нет, где-то же должна быть. Это точно было. Нет, я просто все пообыскал, поэтому... Так, «Монархия». Плюс два, «Влияние». Кампус, «Священное место». Давайте содержание. Рыцарство мне точно не надо. Может, плюс одно удовольствие с гарнизонами поставить? Ну, у меня пока нету гарнизонов особо. Может, ну, мародерство, набегов на побережье? От мародерств? Хотя от мародерства может пограбить? А, давайте это пока неизвестно, когда у нас соседство... Ну, вот это мне не надо, у меня пока это ничего не сработает. Так. Навигация по звездам. Что у нас с великим человеком? Что-то как-то слабенькое. А, у меня не закончился этот. Ну, слушайте, а следующим ходом, скорее всего... Он, конечно, читает, но я, скорее всего, смогу выкупить за веру. Ну, ты можешь уже нубе кампус не закладывать, он все равно удалится. Что, ты нашел, где дружба заканчивается? Ну, я не нашел. Просто... Создаем смокучее будущее моего города. А, это здесь хотел вот между ними на холм и ппш куда поставить? Ага. Ну, тут как бы такая хорошая была. Двадцать две священки, и у тебя правочка, три кампуса. Ну да, неплохо. Так, ну тут кампуса нормального не будет. Что насчет промышленной зоны? А, два тут. Тут два. Камбар. Акведук только сюда. Значит, вот сюда у нас, да, тоже два. Да. Значит, тогда давайте так, сюда Акведук, сюда промышленную. Почему я начну с промышленной зоны даже. Нет, конечно, местности воруют вот это все. Что, воровая, стоили? Прикат. Ну, керма упала. Давайте, наверное, рабочих в Гуанчжоу. И делаем уже нужные нам. Так, сколько? Е-е-е-е. Е-е-е-е. Ну, догонять-то надо как-то. Лет ч... Да ты вроде не отстаешь тогда. Да ты там другой уже ученый. Ты не про того думаешь. А, там уже забрали того? А, нет, понял. Ну? А это жестко было. Ну, мяш, оракул. Так, значит, здесь, наверное, тоже амбар. А вот дальше строителя. Где у нас промышленная? Плюс один. Ну, я решил так вот. Да, давайте мы потом правительственную поставим. Все-таки будет уже деньги выкупить клетку. Сейчас я приму. Так, амбар, наверное, или амбар? Все-таки давайте амбар. Потом центр коммерции. Так, тут у нас кампус где-то... Отлично. Вон, да, плюс четыре. Значит, давайте вот тут. Центр коммерции. Тут амбар. Запомним. Ой, не амбар, а... Как его? Кампус. Кампус. Так, тут кампус. Не будем ничего ждать, потому что... Я туда и не приду никак. Дружба имеется. Если все... Ну, я правильно понял. Следующим уходом заканчивается. У меня с Китаем. Отлично. Я... Я весь в предвкушении. Надоело уже дружить с тобой вообще. Неудачный друг получился. Ну... Вот это обидно было. Какая хех, я нормально поставил. Ну, хех... Вот, если бы ты хех не ставил, я, может быть, еще... Это и не нападал бы, пускай бы... Но хех просто вот мне... Мне не спорят. Это у меня как бы это безуряд. У меня нормальных городов толком нет, поэтому... Не, все, ну, с культурой столько, что у меня... Все, ну, с культурой... Не, все, ну, с культурой... Поэтому... Прямо так. Да, точно так. Ну, вообще, сам объявлю, нафига мне... Я думал, может, это... Так, внезапную войну... Так, ну, с культурой... 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 Мапучи, ты собираешься сединку следующим ходом забирать, когда я её бью? Да С какого хрена? Ну, я тебе изначально говорил, что забирать собираюсь Ну, я бью этот город уже, что это за фигня? Ну, у меня тоже дворы и средства, я только у этого города Ты вообще этому городу ничего не делал, в принципе Начинается, понятно Ну, у тебя стремятся, и у меня двоюют Ну, давай Я… Продолжение следует... Так, это куда пойдет? В Тайюань, надеюсь, да? То, что мне нужно. Сколько тут зарядов? Один, да. Ну, я хочу обработать. Так, а что я тут открыл? Пошли в Теократию, наверное. Хотя нет, пока рано в Теократию. У меня нету промышленной площади. Правительственной. Петра. Блин, ну, ты еще и Петру построил. Кайф. Давно я построил вроде. Да, вон, вон, назад. Очень давно. Ну, так... Я мог что-то отбиться. Город там никакой без Петра, поэтому... Почему бы нет? Ну, строишь... Лучше строить войска, когда на тебя нападают, чем... Чудеса. Потому что чудеса достанутся иначе тому человеку, который на тебя нападает. Есть такое. Если бы я на тебя нападал, я бы не расстраивался, так как Петра... Город с Петрой, скорее всего, не мне достанется. Слушайте, я бы этого тоже забрал. Должно ухватить вроде веры следующим уходом. Прикольный великий торговец. Прикольный торговец. Кайф. Ну, пошли. Будем пробовать и тот город, который он захватывает. Забрать. Тут надо отступить, пожалуй. Ну, не знаю, три веры. Надо ли мне три веры? Так, что тут? Триста восемь. Не забираем все-таки, да? Так и он не забирает, кстати. Аня, пятьдесят восемь у него будет. Заберет он-то этого торгов... Хороший торговец. Ничего не скажу. Мне не хватило... Буквально тридцать веры, да? Китай, предложение. А чё, а чё военный? Я не буду шотландцу войну объявлять. Я могу войну объявить, если хочешь. Что-что? Я могу войну объявить. Да, там бессмысленно. Там у него нету особо ничего. Может, культурный лучше тогда? Просто в чём прикол военного-то? Давай. Это не для них. Ты вообще предложил тебе культурный. Я принял. Блин, я опять, что ли, в нормальный выход? Так, мне надо... Где моя уникальная штука? Вот она. И стены. Это всё по четыре, да? Это восемь очков будет. Нет, пока ничего не меняю. Хотя, вообще, стоило бы уже караваны к испанцу какие-то отправлять. Ладно, знаете, на автомат поставлю этого скаута. Ну, или не к испанцу, а так. Давайте в Лиссабон, наверное. Хотя, бан? Нет, давайте пока никуда. Средневековые ярмарки. Или поставить, блин? Нафига мне это плюс два влияния? Мне пока вообще некуда этих послов девать. Один, правда, бегает, но следующим ходом уже второй побежит караван. Либо к испанцу, либо к французу. Хотя тут у нас варвар, блин. Сlijk. Слышь. Слышь. Продолжение следует... Ну чё, Нури попробуем взять. Мапучи, подвинешь, пожалуйста, дубину? Да. Так, куда у нас больше всего на золото? К Мапучи. Ну я, пожалуй... Ну, потому что у нас экономический союз. Ну я, пожалуй... Я, пожалуй, всё-таки в Севиль её отправлю. Так, сначала я вырубаю под промышленную площадь. Тут пока не строю. Отложим производство в один ход. Я думаю, можно вырубать. Сто золота. Ну, кстати, я этого торговца и так заберу, потому что я хост. А, у него даже не хватит 155 набрать, да. Значит, этого торговца я и так забираю. Учёные такой себе... Ну там Америка, слушайте, производство. У меня ещё ни одного промышленного района нету, между прочим. Ну, тут немного вариантов, к сожалению. Подожди, а давайте я, может, сюда акведук поставлю. Да, надо сюда акведук, сюда промышленную зону. Я понял, что тут две каменоломни, но тут два района, на которые он будет влиять. Поэтому строителя акведук, промышленную зону. Так, вот отложили производство. Во всех остальных городах всё сделано. В Пекине следующим делаем правительственную площадь. Ай, семь ходов. Я просто думаю, стоит ли мне... А вот что мне стоит выкупить. Селитру. Ну, шотланд... Просто мне нету смысла шотландцам воевать, потому что он расположен за горами. То есть, помогать испанцу шотландцам у меня не было смысла. А вот здесь я не хочу Мапучи давать. Мне, кстати, интересно. Уссиляться. А если сейчас, например, вот... Лёша обняет войну Макучи, захватит себе Мингу... Кому надо будет в мире уступать её? У договору? Ну, у того... В смысле, у того, у кого она есть, в смысле? Нет, в смысле, вот, мировый договор. Вот кто-то должен уступить. Это Макучи будет заключать. Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Что-то интересно. Короче, понятно, он шифт-энтер ходит. Какими-то читами Мапучи пользуется для перемещения. Почему начинается ход у тебя... Эти... Юниты сразу около города начинают находиться. Там маленькие хитрости игры. Это называется шифт-энтер. Ты прожимаешь траекторию юниту, нажимаешь шифт-энтер... Я знаю, что такое шифт-энтер. Давай ты вот без этого... У тебя двойной ход получается. Ты сразу становишься на место. Ну, это не двойной ход. Просто мединты ходят в начале хода. То есть ты подошел сейчас и сразу встал. Это не двойной ход сейчас был. По-твоему, да? Ой, блин, так вот обожаю играть. Вот с всякими хитро придуманными товарищами. Которые вот пытаются просто побежать. Вместо того, чтобы стратегии использовать, такое начинается. Кайф. Ну, тогда можно в обратную сторону сказать, что ты грузишься быстрее, и у меня нет возможности... Поэтому и говорится на счет, например. А мы же не воюем с тобой. Как мы можем играть на счет, если мы не воюем? Ну, если ты попросишь из-за того, что я раньше гружусь. Ну, это просто обычное общение людей. Это обычная вежливость. Господи, этот шифт-энтер еще с пятой цивы. Спят, я даже видюшки взял лет восемь назад по этому поводу делал. Сюда приходит новое поколение, и все по-новому начинается. Слушай, Шокландия, ты город куда стоять будешь? Вылетел дед-бородет. Комьюнити русскоязычное. Обожаю вот это дело. И в комментариях еще придут люди и будут рассказывать, что так и надо, это клево, это используются возможности игры, вот это вот. Немножко туповатый, великий, великий этот, торговец, потому что, блин, однокленье, я выкуплю, надо быстрее строить уже правительственную площадь. Потому что некуда пока этих послов отправлять, а может даже и не будет куда отправлять. Так, тут я вот это хочу убрать, нет, вот это вот тут я хочу квидук. Вол, меня слышно? Да. 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 Продолжение. 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 Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Мне, кстати, надо бы реально и к Мапуче, и к французу отправить, чтобы торговый путь появился. Ну, способность моя. И, кстати, надо было в Намибию до того, как её вынесли. И, кстати, он не понимает, что я как хост, у меня бывший фтентер раньше его происходил. Ну, зачем? Зачем вот с людьми нормально общаться? Надо просто втихаря использовать вот это. Ставить таймер, да? Ну, Шаханыч, ну что ты делаешь? Так, что у нас тут? Зачем ты мне юнит убил? Я мог бы его убить, я его убил. Ну, я вылетел, ты же, видимо, в этот босс выходил. А, извини, я не знал. Да? Не, ну, правда, я не знал. Да, то есть я так вот и помню, к тебе поставил юниты, чтобы ты и смогу не убил, да? Слушай, я сейчас защищаю. Надо было разграбить. Я не знаю, как ты ходишь, не ходишь, поэтому извини, я действительно не знал. Так, ну, ты реально к Мапуча давайте отправим. К Мапуча там встречное предложение. Так, вот этим мы удаляем. Да, блин. Удаляем. Так делаем. Мапуча подвинешь от великого торговца? Я ходил 8 в ходу. 4 заряда. Если дубину берешь, я смогу перейти налево. Сюда пойдем. 5 ходов. Ну, я могу 8 очков сделать, так? Это будет 67. Мне 3 очка не хватит. Что я... А, я могу селитру сделать 1 очко. Я могу какого-нибудь великого человека еще получить. Ну, наверное, надо великую стену поставить. Реально. И купить мой уникальный юнит 320. Следующим ходом покупается. Да, по идее, должен золотой век выйти, мне кажется. Мне кажется, должен выйти. А, стоп. Так я еще не... На, ну у меня... 5 ходов. Я, наверное... Не, все-таки должен... Должно хватить. А еще селитра у меня есть где-нибудь? Так, пошли-ка сюда. Обработаем. На 8 литра. Так. Ну, это далековато для меня. Так, я тут хожу, граблю все. Если даже заберет... Даже если заберет мапуча, чтобы ему как можно меньше досталось. Так. Магнус Лян. Давайте подумаем, я что-нибудь вырубать собираюсь. Ну, вообще, вот тут можно повырубать. Так, у меня куда бегает? Мапуча теперь во Францию надо. Ну, не знаю, что в Тайюань посадить Магнуса. Я бы в Гуанчжоу посадил. Может, не Магнуса, а Мокшу, чтобы больше городов. Давайте Мокшу в Гуанчжоу. Не знаю, почему я так решил, но хочется. Так, за что я получил? А, я же за районы еще стремление получаю. Кстати. Надо не забывать. Ну, Бе, а ты не скажешь, почему ты меня атакуешь, а не Мапуча? Потому что у Мапуча плюс 10, у него даже мои патчинеры об него плохо бьются. А у тебя вроде нормально. Вот я секрет. Кайф, спасибо. Не, ну, опыт я убивать твою юнку не буду, так прокачаю. Так я не могу город твой захватить. Я тут стою для того, чтобы отобрать город у Мапуча, если он будет его захватывать. Ты делаешь так, что я это не смогу сделать. Просто. Не, а он не скоро будет отбирать, захватывать, поверь мне. Так атакуй его, прокачивайся. Я здесь. Не за это, ну, блин, кайф, давай дадим все Мапуча. Ты просто Мапуча построил Петру, отдаешь все города, еще меня атакуешь. Как я могу похилиться к тому моменту, как... Как я могу похилиться, я на своей территории встаю. Похилиться успею. В смысле, а что, на вражеской территории нельзя? Можно, знаешь, только это будет плюс. Чего плюс? Блин, шо я построил из-за... Он не скоро, 62, вот эти, не видно, ну, это возьмет, что-то, 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 что-то... Так, давайте зал для приемов. Мне надо, хотя, может, промышленную зону, ну, я пока не могу промышленную зону с другой стороны строить. Так, ведук, промышленная. Так, здесь я иду вот это убирать, чтобы строить тут кампус. Да, передадим. Ставим. Так. Значит, мне стену надо построить. Давайте я вот здесь... По-моему, я тут не смогу ее построить. По-моему, я тут не могу... Так, сколько у нас ходов? Четыре. Да, не могу, напоминай. Значит, вот сюда пойду, просто сделаю тут, это четыре хода, плюс мой уникальный юнит. Я его могу купить. Мне главное не выйти... Да, 320. Может, мне уже купить его? Чего откладывать? Да просто, ну, я хочу... Ну, еще встретил какой-то ГГшку. Митлу. Ага, у нас Митла есть. Почему у француза и американца такая наука? Не, ну, у них наука за золотой век, скорее всего. Да, тут героически. Ну, то есть, соседство кампусов. Да, видите, шесть наук. У Мапучи то же самое должно быть. Нет. А что Мапучи взял? Интересно. А Мапучи взял не... Не вольнодумство. Неужели монументальность взял? 70. 55. Ну, 30, да. Возможно, монументальность. Чтобы купить немного поселенцев и поставить города. Так, ну, вообще у нас еще есть несколько мест. То есть, во-первых, сюда. Сюда так точно надо поставить город какой-нибудь. Во-вторых... Сюда... Сюда мне что-то не нравится. Так, тут грабить нечего, я так понимаю. Мрамор. Мрамор. Кстати, у меня есть лишний мрамор. Давайте гипс. Американец предложения. А что я тут сделал, я не пойму. Вот что я прошлым ходом... Тут даже не лесопилку я пос... Не понимаю. Что я там сделал. Так, тут мы... Блин, все, не отправлю. Сюда обрабатывать. Вообще, по пути можно тут рис собрать. Так. А, я так Магнуса не назначил. Лян может все-таки в Ухань? Или в Тайюань? Лучше давайте в Тайюань. Так. Я хочу что-то открыть быстро, чтобы в Митло... Давайте Теократию все-таки откроем. Слушайте, а Теократия на покупки... На покупки великих людей тоже влияет? Да. Три случайных технологии озарения. Не знаю, какой-то не очень меняет этот ученый. Следующего посмотрим. Хотя тут они оба возьмут, наверное. Конечно. Конечно. Два заряда, ладно, постою. Подожду. Что у нас тут с промышленной зоной? Плюс четыре. Вот сюда нужно промышленную зону, значит, нужен страйк, хотя... Да, тут два заряда, так. Промышленная зона. Давай, давай, быстрее. Сюда мы идем. Что с этой игрой не так, блин? Торговца. Нормально вообще? Ладно, я сюда тогда пойду. Слушайте, а давайте я здесь... Вот здесь сейчас сделаю великую стену. Что сразу я? Это тоже нормальная кусть. Так. Вот тут я и решил... Так, сколько у нас ходов осталось? Два. О! А я отстаю. Блин, я не могу тут стену. Так, господи! Ладно, здесь поставлю. Так, это... А, ну я все-таки выйду в золотой век. Да, надо... Я пока отложу покупку моего уникального юнита, просто посмотреть, как оно будет. Так, подходим. Дед, а ты здесь? Я вот только загрузился, и ты... Блин, серьезно? Ну что такое? Ты спорчить не мог? Когда уже юни-то убил, он начинает мне спрашивать, ты здесь или нет? Ну я понял, что ты не реагируешь. Значит, тебя не было. Грузимся. Да не надо это убедиться, просто. Так, Испания. Ну вот это второй раз я бы перенагрузился, потому что мне неудобно перед ним. Давайте я отправлю еще в Шотландию, пока ее не забрали. Тоже. Один караванчик. Так, достроили. Я все-таки сначала, наверное... А, я не могу, у меня тут еще. Вырасти надо в Пекине. Тогда давайте Акведук. Потом уже промышленную зону. Так. Стенку. На пати построил стену. О, Сидинга отваливается. Это здорово. Кстати, даже не знаю, что он Толян посадил, он отваливается, похоже. Попробуем хех таки забрать. Попробуем хех таки забрать. Ну, я думаю, мы здесь наш уникальный. Хотя он как бы против юнитов скорее. А куда он апается? А, он в пушке. Это типа как пушка, блин. Ну, мне придется его покупать в любом случае. Чтобы в золотой век выйти. Два хода. Так, я смогу, кажется, да, делать промышленное производство на перцы. На пряности. А у нас они где? Вообще у столицы у меня вообще нету ни одного ресурса у столицы. Некрасиво играешь. Дружбу принял, проход не даешь. Потому что ты далеко. Моих скаутов возле твоих городов нету. Да, когда, ну, со союзниками нельзя шпионить, как бы, так, получается, невыгодно давать проход чувакам, которые далеко, типа, чтобы они потом просто у тебя деньги воровали. Ну, просто некрасиво. Так, дело, что ты дружбу принимаешь, и потом не даешь проход. Да, где логика? Я вот тоже особо не вижу. Ну, да, типа, если бы я знал, я просто через войну прошел. А так, получается, я и пройти не могу, тебе дружбу дало. Ну, я бы тебя просто рыцарем скал-то убил, и все. Ну, я бы хоть креточку... Ну, я, типа, в этой ситуации на стороне Египта чисто, потому что, ну, зачем давать проход сейчас, ну, чуваку на другом конце карты, который может только тебе вред делать. Может, у вас, конечно, здесь так принято, не знаю, там, где обычно играют, так и не делают. Не знаю, по-моему, сейчас нигде не принято, типа, давайте просто так проход. У нас и не принято захватывать города, которые другие уменьшили силу, и шифт-энтером ходить не принято. Ну, шифт-энтером, не знаю, ну, что, шифт-энтер, вообще, первый раз претензий услышал. Ни на каком вот из серверов, где я играл, никаких претензий к шифт-энтеру не было. Там народ не знает просто. А, ну, все так делают. То есть, я мог так делать, и я бы первый, становиться так, как я хост, правильно? Ну, да, правильно. Ну, я так не делаю, потому что уважаю игроков. Ну, хорошо, ну, ты сказал так не делать, я не буду больше делать. Просто я даже не представлял, что так нельзя делать, так везде делать. Мы в начале игры что обсуждали? Когда ты не знаешь, можно что-либо делать или нельзя, спроси сначала. Я понимаю, просто я даже не мог представить, что это нельзя делать. Это настолько... Шифт-энтер даже с пятой цивы еще, как бы считается моветоном. Моветоном еще с пятой цивы. Ну, не знаю, я тут не играл, так что не могу сказать. Так, торговые... Я готов за француза по торговым. Я тоже готов за француза. Да, давайте за француза. Так, а что у нас по ресурсам? Че там, как там? Можем мрамор проголосовать или сахар. Можем кофе проголосовать. За янтарь или за шелк, например. Я за янтарь и мрамор готов. Да, давай... Давай себе за мрамор тогда. Второй человек за мрамор уже готовы. Пивать там или за табак? Там, блин, уже немерено вли... Так, ну, мне, наверное, придется все-таки купить... А, кому торговлю? За францию, ты что, прослушал? За тебя все голосуют. Кружка, инженер. Ну, не знаю, мгновенно создает средневековый... Древнесредневековые стены. Такое себе... Зареи технологии химии тоже так себе не особо интересно. Мрамор, да, прошел мрамор. Прошла 2004 к французу. Отлично. Так. Бегает Испания. Мапучи, Франции. Ну, а может отправ... А, я же воюю с Нубией. Хотел отправить в Нубию. Ну, я даже не знаю. Так. Ну, деньги, понятно, к Мапучи круче всего. Просто потому, что у нас экономический союз. Ну, на самом деле... Я бы, наверное, к Франции отправлял. Там наука. Хорошо. 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 год. Играет музыка Играет музыка Есть Реформацию откроем И в Митлую Таругу Отправим Послов тут уже давайте Магнуса Наконец в Чинду? В Чинду Один ход остался, да? Ну, надо покупать К сожалению, уникальный юнит Потому что он 4 очка дает, а мне 3 не хватает Я бы мог, например, возможно В Мушкетера апнуть А что тут гава не достроилась? А что я тут строил? Или собрать? Тут как-то еды мало Давайте я не буду собирать Еды маловато В Чинду Играет музыка Американец так неплохо идет Тоже Кучу великого полководца получили Хех отваливается, кстати, тоже Минус 5 А тут уже перестало отваливаться Окей Ну, потому что в Золотой век, видимо, вышли Да А Нубия в темный Так, ну Я бы монументальность взял, тем не менее Так, теперь Наше правительство Мы ставим теократию Скидка на улучшение юнитов Убираем Наверное, содержание юнитов И мародерство тоже убираем Потому что уже мы все отмародерили Походу Против войск Боевомощине религиозной Против войск иноверцев Мм Это, кстати, интересно, да? Кампус Священное место Дополнительная вера от зданий Так И Первый посол Вот так Делаем Теперь Митла Таруга Здесь 3 И в Мехико Давайте Что-то быстро открыть Чтоб обратно вернуть Давайте Морскую традицию Хотя у нас гуманизм один ход Давайте Гуманизм Надо в просвещение Завернуть Немножко покачаемся Блин, надо было Сначала разграбить А потом Что у нас там? Я бы вот эту игрушку, конечно, взял Но мне пока Вера нужна На покупку Будет На покупку Так, во-первых, давайте Посело купим В Тайюане Так Плюс Из Пекина Торговца Эдинбург там отваливается И сюда бы еще поставить город Что, в Гуанчжоу купить? Что, поселенца? Я, может, хех уничтожить? Просто у меня еще сюда город влазит Но если я хех уничтожу Я бы как-то получше поставил Мне кажется Так, еще Лян Где Лян? Лян два хода Я просто не буду пока покупать рабочего Пока Лян не приедет Субтитры делал Dima Судостроение Ну, вообще Давайте В литье Потом В индустриализацию И я бы, наверное Две Катапульты Сделал Здесь И где-то еще Блин, ну Вот тебе Ну, меби Сделать нефиг Просто Такой Такой фигней Занимаешься А что он убит Сделать Так, давайте Наверное Ну, шпиона нет Давайте глянем Что тут с кампусом Плюс Плюс Три Кстати Ну, давайте Строителя Просто Чтобы Гавань Не разру... И давайте Я, наверное, куплю Тут строителя Все-таки Еще Я тут поставлю кампус На этом пока все Спонсоры канала Продолжение Могут посмотреть Прямо сейчас Во вкладке Сообщества Для всех остальных Оно появится завтра Спасибо, что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или В социальных сетях А также Посмотреть другие Мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok